Прогулки по воде. Жители поселка Луч вынуждены переходить реку по разрушенному мосту. Вот уже пять лет больше его часть подтоплена. Те, кто боятся и шагу ступить по переправе, вынуждены делать крюк в шесть километров по лесной дороге. И тоже пешком. На их берегу нет ни школ, ни больниц, ни магазинов. Хождение по мукам. В репортаже Анастасия Ингорн. Я-то сама-то, ладно, я выбрала, мне за ребенка страшно. Перейти эту реку, не промочив ноги, для местных миссия почти невыполнимая. От школы, садика, магазинов и работы жители поселка Луч отделяет разрушенный мост. Часть его уже ушла под воду. И с каждым годом проблема становится все глубже, говорит Алена. Она со второго класса пытается удержаться на плаву. Это вот вперед, нет, это человек упал. Ладно, хоть не в воду, но упал. И не то, что за себя страшно. Я-то, ладно, я-то выплываю, я плавать умею. А у меня племянница маленькая, маленькая, и плавать еще не умеет без жилета. Сейчас мост держится лишь на честном слове. Опоры давно сломались. Настил провалился. Один из струсов оборвался. Поэтому переправа уже легла на воду. Так что положение полутора сотен средловчан в прямом смысле шаткое. По нему страшно ходить, когда ветер, вода захлестывает на ноги. Вот я мешки одевала, и шла по воде. Оно затонет, доски-то. Под весом-то своим. А если еще несколько человек идет. Одевала мешки, и шла по воде. На свои риски идем. А что делать? Надо же как-то жить, надо как-то работать. Путь на большую воду, говорят сельчане, лежит через кабинеты районных чиновников. Но добиться ремонта, переправа они не могут уже пять лет. Люди обили пороги всех инстанций, дошли до суда. Но мост и ныне там. Суд принял решение обязать администрацию взять мост на баланс. После этого была проведена экспертиза нашего моста. И решение экспертизы, что наш мост не пригоден ни к ремонту, ни к эксплуатации. И все на этом завершилось. Альтернативный путь у сельчан есть. Вот эта узенькая дорожка длиной 6 километров. Она ведет к больницам, школам и даже остановке. На этом импровизированном тротуаре нет даже фонарей. И людям приходится идти до дома больше часа. В этот тупик сейчас не заезжают никакие автобусы, даже школьные. Ведь ГИБДД признала дорогу непригодной для перевозки детей. Но это направление администрация округа называет более перспективным, чем мост, который ведет в лес. Нужно привести в соответствие дорогу, связывающую поселок, луч с поселком Верхняя Сосердь. Расширить ее с 4 метров до 6, подписать маршрут согласования школьного автобуса, для того, чтобы мы туда запустили в первую очередь школьный автобус. Такой выход из ситуации жителей тоже не устраивает. Однако и тут дальше слов дело не заходит. Приходится ходить по старинке, по опасному, но короткому пути. Чтобы не провалиться, люди любыми средствами стараются продлить жизнь аварийного моста. Когда начал ходить пешком по мосту, смотрю, что пройти-то невозможно. Все, вот пришло время, думаю, надо прибить доски, притащить. Позвал тут соседа одного. Все, таскали, делали весной. А вот до следующей весны, опасаются местные, переправа может не дожить. Не исключено, что со льдом тронется и шаткая конструкция. Ведь она держится только на одном тросе. Анастасия Эйнгорн, Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга.